Добрый день! Сегодня 7 октября 2023 года. Я уже начала получать подарки и на свадьбу, и на день рождения. Хорошо, что я не суеверная. То есть мне девочка, которая не приедет на свадьбу, уже послала очень приличную сумму. Спасибо, моя дорогая! Я это очень ценю и принимаю с благодарностью. То есть из этих денежек я тоже 10% уже отправила в Украину. Прямо вчера. И вчера же я получила подарок вот этой стороной. Показываю, там какая-то этикетка. Ну, а нет, надо этой стороной показывать. Вот так. Я получила вот такой подарок от ребенка. Это Луи Виттон. Помните, я вам говорила о том, что мы дарим то, что нам хочется, чтобы нам подарили. И ребенок вот эту сумку купила чуть пораньше. Я сказала, ой, какая красавица, ой, какая замечательная. Да потому что вообще к Луи Виттону я отношусь так предвзято. Да? Потому как вот их основной цвет, вот этот коричневый, вот не бежевый, как этот они сделали, да еще и вот такой блестящий, блестящий, а их традиционный, он мне вообще нигде не звучит никак. Я так смотрела, думаю, я не то, что за эти деньги не куплю, вообще ни за какие не куплю, потому что мне вот этот окрас не нравится. Для меня он очень дешевый казался, казался и кажется. А ребеночек моя любит всякие брендовские вещи. Я вам не единожды говорила про то, что я вот такую купила. Она бы пошла в самый дорогой отдел смотреть. Слава богу, что она себе может позволить, пусть так будет всегда. Ну и что называется, не оскудеет рука дающего тоже. Потому как она купила вот эту сначала сумку и увидела, что она мне понравилась. И она заказала еще одну, я сейчас поставлю здесь фотографию. Причем она думала, что я выберу вторую. Она и дороже, и у нее внутри замша, а здесь внутри тканечка. Она большая, такая хорошая. Вот такой хороший тут кармашек. Она мне сказала только этикетку держать, как все называется. Документ, документ на сумку держать. А вдруг мы надумаем ее продавать, будто бы они сильно не дешевеют. Она думала, что я другую, потому что она мягче. И она сделана так. Вот я не знаю, смогу я ее приблизить или нет, потому что я просто сфотографировала. Это все из натуральной кожи. А вот этот их знак, это те шерстинки, которые они не срезали. Еще и обработали их, потому что они мягонькие такие, приятные. Но я не хочу никаких забот сумку чистить еще. Вот эту я просто тряпочкой протру, что называется. Ну и ребенок хочет, чтобы я привыкла до поездки в Вегас к этой сумке, чтобы я ее носила каждый день. И чтоб вот я уже себя ощущала прям состоятельной, состоятельной женщиной. Божечки мои родные. Вот для меня самое главное удобство. Ну мне кажется, что это будет удобно. Она и не тяжелая. Чуть-чуть подешевлее, ту, которую я ношу от Бармина. Брамина. Я ту фирму очень люблю. И мне больше всего-то нравится, что... А вот здесь вот как раз и нет. Что оно есть. Вот такая можно прицепить. Вот здесь кольцо есть. Я на него буду цеплять. Специальную. Я буду цеплять зацепочку, куда я прилепляю кошелек. Потому что у меня есть такая привычка кошелек оставить где-нибудь. А в тех сумках оно у меня не теряется. Оно на этой кожаной зацепульке. Я ее сюда перевешиваю, если что. Или какой-то все равно магазин поставлю, чтобы у меня кошелек всегда оставался внутри. У меня, кстати, пришла мысль о том, что Женина племянница была вот большой приверженницей именно этих сумок. И она покупала каждый год, иногда и не один раз в год, какую-то сумку. И мне сейчас подумалось, может быть, надо было какую-то купить от них, если он еще не продал. Может быть, он их все продал. Я спрошу у Жениной сестры, у Риты, если такая возможность. Потому что это будет не просто сумка, а это будет сумка память той женщины, которая названа в честь своего дядюшки, моего усопшего мужа. И которая очень многое для меня сделала после того, как я мужа потеряла. Думаю, это ее мужу была бы поддержка материальная. То есть я бы купила дороже, чем он может, наверное, где-то продать. А во-вторых, я бы ее каждый раз, когда брала, вспоминала с благодарностью этого человека. Ну, вот такие у нас покупки получаются. И подарки добавляются, которые я с удовольствием и принимаю. Продолжаем покупки подарки. Я когда-то вам показывала вот такую вот... Сейчас я ее распечатываю. Вот такую вот крышку. Причем, та крышка мне досталась, что называется, по наследству от Левиной жены. Ну, вот это вот, вот это вот краешек у нее металлический. Но все равно я ее очень люблю. Она побольше размером, чем эта. И когда я ее увидела вот эту, я ее хапнула. Потому что одной мне маловато. И это мне позволит убрать вообще все крышки, кроме самых маленьких. И двумя вот этими пользоваться. И вы спрашивали, где я ее взяла и как она называется. Вот тогда ответить я вам не могла. А теперь я могу. То есть, это крышка фирмы Ernesto. Она прямо называется универсальная крышка. Тут 24, 26 и 28 сантиметров. Нет, в Китае. В Китае. Но оно и на испанском, и на английском языке. То есть, я вам отсюда информацию спишу. Если будете онлайн искать, то точно найдете. А я купила в магазин Lidl. Я чего там только не набрала. Можно было подряд все показывать. Чего там показывать, все остальное продуктовое. Но крышечку я отложила в сторону. А вчера я, когда поехала покупать, дорогую кофемашину не купила. Я зашла в Маршаллс и купила там вот таких 4 листа. Потому что у нас на этой кухне мало места в пентрии. Там, где американцы хранят банки и всякие кастрюлечки. И листы тоже. Я их храню в плите и в самом нижнем отделе. И там их столько много. Я решила избавиться почти от всего. Купила вот эти 4, их туда поставлю. Всех размеров. Место занимают вот столько. А у меня там вот столько места. То есть я эту проблему решила буквально вчера. Кроме того, я себе купила очередные тапки. Люблю, не могу, чтобы у меня ноги были в тепле. Кстати, сколько они стоят? Ух ты! Падать тоже не буду. Это под замшу. Это искусственно. Иногда я с кожаным низом покупаю вот такие вот у меня котяры. Мы сегодня как раз про Люсю разговаривали. 8 долларов. Вот он, 8 долларов. Из маршала первоначально было 11. Ой, экономия, бережливость. Ну, я просто люблю этот магазин, потому что туда заходишь. И все, что вам надо и не надо, вы найдете. Кроме того, мы идем в этот вторник ужинать к нашему риэлтору. Я вас с нею знакомила. Мы их приглашали домой в Инмане. А здесь они у нас. А здесь они у нас еще только помогали покупать. Еще в гостях не были, но это была их очередь нас приглашать. Они вернулись из Аляски. Как раз началась новая волна коронавируса. И я переболела. Они с нами не стали встречаться. А сейчас вернулись из Италии. И будут нам показывать фотографии того и этого. Я спеку пирожочек, наверное, яблочный. И возьму с собой вот эти вот пакетики. Чая я люблю, когда они вот в таких пирамидках. Они там вполне возможно, что еще и с листиком. Бывает, что оно вот так вот. Раз и листик, который вы можете за краешек своей кружечки зацепить. Но не знаете, с листиком, не с листиком. Английский я купила чай. Классический. Там был еще зеленый. Я зеленый вообще не понимаю. Для меня это трава травой. Не рассказывайте мне, как это полезно. Я купила вот такой набор щеточек. Мне вообще-то вот такая была нужна. Ну, думаю, и эти где-нибудь сгодятся. Вот это вообще кругленькая такая. Вот такая тоненькая мне нужна, потому что я привезла из России. Надо же что-то привозить в подарок. Вот придумывала и придумала. Я это для Женечки привезла. Вот такой смягчитель для мяса. Оно вот так вот туда выбиваются. Вот такие вот остренькие проколольщицы. Причем это из какой-то было дорогой фирмы. Тескома. Тескома. Я знаю, что заходили в какой-то дорогой магазин. Думаю, куплю, потому что Женечка-то тоже готовила. И тут мы каждую неделю едим стейк. Сегодня как раз такой будет. И у меня вот такое впечатление, что я вот здесь между ними не промываю. Ой, даже вот это будет годиться у меня. Даже вот это побольше. А, и тут, и тут. О, я думала, что мне вот такая понадобится. Ну и такая. Ну теперь уже точно все буду промывать. Потому что мясо, все равно я, конечно, его с мылом и всяко так вот щеточками вот так вот открывала и щеточки вымыла. И говорю, мне надо вот такую штуку. Вот ее и купила. Еще что у нас из покупок, посмотрим. Может быть, допишем в следующий раз. На всякие пожарные попрощаюсь. Спасибо, что заходите на этот канал тоже. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.